Произведение художников Латвии Леон Лукша приближаются в своем творчестве к скульпторам. Тема исследования космоса становится в 80-е годы XX века одной из основополагающих в творчестве художников. Анита Мильберта обращается к теме всемирного культурного наследия и создает поэтическую композицию «Воспоминания об Италии», в которой грубоватая фактура шамота прячется под мягким блеском глазури и изысканной тонкой росписью. Идея синтеза гобелена и архитектурного пространства привела художников по текстилю к созданию сложных композиций, соединяющих различные техники ткачества и приемы рукоделия. В этот период художественный текстиль обращается к использованию новых материалов, таких как синтетика, сизаль, веревки, леска, металлические нити. Одним из первых к эксперименту обращаются художники Латвии. Например, Эдит Паульс Вигнеры и Георг Баркан в работе «Молодежный фестиваль». Настоящей жемчужиной коллекции по праву считаются произведения основателя школы латвийского гобелена Рудольфа Хаймрадца, отличающиеся изысканностью колорита и фрезообразностью композиционного решения. В настоящее время можно познакомиться с двумя гобеленами мастера – триптихом «Праздничный танец» и гобеленом «Рыбачки». В своем триптихе Хеймадз достигает подлинной монументальности изображения, торжественной приподнятости образов, выраженной ритмическим строем и красно-фиолетовой гаммой. В «Гобелене рыбачки» Хеймадз впервые обращается к теме труда и решает ее по-своему. Художник изображает момент ожидания женами ушедших в море рыбаков. Женщины обрабатывают и сушат рыбу. Выбор этого сюжета позволяет автору передать общую эмоциональную атмосферу и чувства, переживаемые каждой из женщин. В создании композиции художник использует приемы ранних европейских шпалер. Он располагает крепкие фигуры латышек фрезообразно, помещая их в условный пейзаж с ажурным декором рыболовных сетей. Бледно-желтые песчаные темно-коричневые тона дают живое ощущение песчаных побережий Прибалтики, обиваемых морскими ветрами. «Гобелен» был удостоен диплома Академии художеств СССР. Дорогие друзья, мы ждем вас в Музее-заповеднике Царицыно на всех наших выставках, ну и, конечно, на выставке «Искусство большого стиля». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова